Друзья, всем огромный привет из Просковеевки, с вами Каланглинжик Лайф, Михаил и Виктория. Сегодня мы находимся рано утром на море, в такой прекрасный солнечный денек, на улице плюс 22 градуса, очень тепло, это еще утро, днем 100% будет еще намного теплее. Сюда мы приехали попить кофейку и посмотреть на Скалу Парус хотя бы издалека, посмотреть, как подготовлена Просковеевка к началу курортного сезона. Перевожу камеру, будет интересно. Смотрите, на пляже уже выставили зонтики, поставили вышку спасателей, так что пляж готов, ждет отдыхающих. Море сегодня спокойное, классное, вдалеке виднеется Скала Парус, вот она красавица, ждет, ждет, когда вы приедете на нее посмотреть. Людей, в принципе, пока еще немного, люди купаются, загорают, отдыхают, можно потрогать водичку. Сейчас, если я до нее дотянусь. Блин, подожди. Вон там медузки даже плавают. Ну, давай поближе. Вода. Так где вода? Вот она. В водичку, кстати, ничего, можно уже окунуться. Лето мы сюда часто приезжаем искупаться. Искупаться, посеять, отдохнуть, позагорать. Наход в море отличный, я считаю. Мне лично нравится. Идешь по гальке. Там дальше уже тоже галька и уже такой плавный спуск на глубину. Детских зон здесь нет. Не было в прошлом году огорожено. Ну, может огородят, конечно. В этом году, может быть, и появится. Но пока вот в процессе все. А Проскавеевка – это открытое море. Поэтому водичка здесь очень чистая. Ну, вот сейчас мне пляж напоминает Креницу. Ну, да. Потому что тоже так вот с зонтиками. В прошлом году мы здесь были. И что-то я не помню, что здесь были зонтики и вот это все. Ну, нет, они были. Может, просто выставляли позднее. Мы же с тобой особо летом сюда не часто приезжали. А может, они были дальше, немножко в ту сторону удалены. Но в любом случае, пляжик вот подготовился. Ну, оккупаться лучше, наверное, только здесь. Либо чуть-чуть дальше, ближе к скале. Потому что сюда, рядышком здесь проходит река. Она выходит в море. Ну, и если не почище, то лучше подальше от нее. Как река называется? Не помню. Не помню. Я тоже не помню. Джанхот. Да. Помню еще. А в Джанхоте Хатыцай. Хатыцай, да. А в Голубой Бухте нет. Да. А в Девноморском медике. Теодерба. Теодерба, да, которая соединяется. Классно, конечно, утром. Вообще на море просто замечательно. Мы с Мишей в основном предпочитаем... И в Геленджике на море классно. Мы предпочитаем с Михаилом именно приезжать куда-нибудь купаться утром. Потому что утром самая чистая водичка. Ты получаешь заряд какого-то такой бодрости на весь день. Ну и наслаждаешься, конечно, именно тем, что море тебя освежило. И ты целый день ходишь довольным. Также иногда приезжаем вечером на море. Приходим. Тоже купаемся. Я все смотрю вдаль. Думаю, может, дельфинчик увижу. Видела дельфина, который плыл очень далеко от берега. Вы бы его все равно не увидели на телефоне. Говорят, что медузки приплывают к берегу перед штормом. Сейчас их у берега очень много в воде. Что? Не ловит твоя МТС? Не ловит, наверное, если. Даже маршрут до дома построить не может. Еще такой прохладненький, да. Но море уже тепленькое. Вчера смотрела новости. Говорят, что температура у Геленджика прогрелась с морской воды до 18 градусов. Представляете? Так что, можно уже купаться. Но здесь вода прохладнее, чтобы море открытая. Как раз в 16, я думаю. Ну да. Смотри, там собачка спит. А как она хорошо спит на этом. Вот они подходи, там их много. Три собачки. А подходишь, так и его по плечу. А вы не заплатили за лежак. Лежи, лежи. Да, готовится, готовится. Он уже даже шезлонги привезли. Катамаранчики, да. Все, прям уже буквально через неделю. Ну, у нас будет через неделю открытие курортного сезона. И как раз через неделю у нас появится все, что должно появиться на пляжах. Будут работать все различные развлечения. Лягушечки. Лягушечки. Парковку закрыли. Парковку закрыли. Здесь, пока ее оставить в машинку тут нельзя. Летом она платная. Обычно сколько? 150 рублей. 150, да, было рублей. За час. Курорт, видите, готовится, готовится. Все готово к приезду отдыхающих. В Просковеевке ЖК нету больших. В основном здесь либо частный сектор, либо кемпинги. По кемпингам сориентировать не могу по цене. Ну, в среднем обычно 450 рублей с человека и 450 с машины. По крайней мере, так было в прошлом году. Сколько в этом, неизвестно. Надо узнавать. Вот, парковочка. Зимой можно было машинку здесь поставить. Не перегораживали. Сейчас все, конечно, уже закрыто. Они, по всей видимости, будут еще спать. Ешь, привезли гравий. Да, возможно. Скорее всего, какие-то ремонтные работы еще будут производиться. Может быть, из-за этого и закрыли. Потому что там далеке стоит лавка, не проехать. Да. Машину поставили много дальше. Поэтому. Ну, вот, да. Сюда ехала на машинке. Я бы сказала, что, знаете, такая хорошая практика. Узкая дорога с большим количеством поворотов, подъемов и спусков. Хорошо так укрепляет навык и вождение. Ну, и, конечно, горы у нас сейчас в это время очень красивые. Все зеленое, наполнено зеленью. Дышит, знаете, таким уже летом. А на солнышке, я бы сказала, сейчас градусов 25. Тепло. Я даже в шортиках сегодня. Здесь есть магазин продуктов. Есть уличная еда, как его можно купить. Ну, то есть, такие вот. Можно вообще цены посмотреть, да? Или они не написаны? Ну, вот написано. Дешево ума написано. А, вот. Можно меню посмотреть, чтобы вы знали, сколько с собой нужно брать денежек, да, покушать. Спасибо, мы цены сейчас посмотрим. Вот, можно сюда приехать и перекусить, если захотите. Там столовая-то еще рядышком есть. А, ну да, и столовая есть. Ну, и уже все, курортные товары, все готово к вашему приезду. Приезжайте на отдых. А мы едем домой. А мы едем домой. На работу. А до Геленджика нам осталось доехать. 33 километра. 32 уже. Виды потрясающие. Горы зеленые, красивые. Очень красиво. Вообще, конечно, очень живописные дороги в Геленджике. Что в Джанхот, что в Проскореевку, что даже в Адербеевку. Не знаю, везде очень красиво. Можно ехать, наслаждаться видами и получать удовольствие не только от прогулки уже к месту, где вы там приехали отдыхать. Но и от прогулки, пока едете, тоже можно получить удовольствие. По крайней мере, посмотрите, какие красивые горы. Особенно зеленые, сочные в начале лета. Конечно, к августу месяцу у нас потихонечку горы начинают выгорать. С тем, что у нас солнышко выжигает все, что только можно. И траву, и деревья, листву. Нам очень нравится путешествовать рано утром, потому что движение уже не такое активное, как днем. Ну, и людей поменьше. Поэтому мы стараемся встать пораньше и куда-нибудь съездить отдохнуть. Зараниться на целый день, так сказать. Но это очень тяжело бывает сделать, потому что мы совы, ну реально, мы ложимся поздно. То есть мы ложимся там в час, в два. И встать, например, в семь утра для нас это просто какой-то подвиг. Ну, прям тяжеловато. Нужна быть хорошая мотивация, потому что даже в целом, если я ложусь раньше, не поздно ложусь, я все равно встать не могу. То есть тяжеловато все равно как-то. Ну, это бывает, ничего страшного. Вот здесь у нас поселочек. Да, сама Проскавеевка здесь. Сама Проскавеевка здесь, да. А проехали мы два километра. То есть пешком надо идти далеко. Далековато, да. В Проскавеевке я бы хотела иметь дачу. Ну, не только я хочет иметь дачу здесь. Вы сами знаете. Вся Россия хочет иметь здесь дачу. И здесь я видела, что в начале поселка вроде как строился, строился вот магазин. А магазин, ну да, похож. Скорее всего, пятерочку строят или что-нибудь магнитно. Здесь магазинов нет, сетевых. И, соответственно, за продуктами, не знаю, куда люди ходят, наверное, в частные магазинчики. Но в частных магазинах цены на продукты, сами понимаете, выше, чем в сетевых магазинах. И вода дороже, и мороженое. Ну, в принципе, все. Все, что для отдыха вам надо, какие-то продукты, все дороже. Через 1 километр 500 метров съезд поверните направо. Продолжение следует... Продолжение следует...